Шутер, в котором невозможно умереть. Игра, которая изобрела динамические порталы еще задолго до Габеновского портала. Проект с индейцем в качестве главного героя. Видеоигра, где все оружие, кроме разводного ключа, задизайнено под различные инопланетные организмы. Шутан с интересными гравитационными головоломками. Ну и удивительно хорошая игра от довольно малоизвестной студии. Да, все это об игре Prey. Нет, я имею ввиду не этот Prey, а вот этот Prey. Тот, что вышел летом 2006 года, более чем 15 лет назад. Разработала игру небольшая компания со странным названием Human Head Studios. Известность она получила благодаря скандинавскому рубилову под названием Rune. Ну и очень средненький вестерн от них тоже был. Dead Man's Hand назывался. Об этих играх я уже рассказывал, кстати. А тут неожиданно высокобюджетный шутер, временами дико похожий на Doom 3 и Quake 4, необычный сеттинг и крутые механики, ну и кинематографичная подача сюжета. Оригинальный Prey прошел огромный путь от первоначальной задумки до финального релиза. Изначально игру вообще начинала делать 3D Realms, аж в 1995 году. А в разработке принимал участие сам Джон Ромеро из id Software. И порталы, работающие в реальном времени, кстати, с самого начала стали чуть ли не главной фичей всего проекта. Prey создавали параллельно с Duke Nukem Forever, который по итогу стал еще более легендарным долгостроем. В начале нулевых уже почти готовую игру начали переделывать под другой движок, которым стал id Tech 4. По многому из-за него Prey стал очень походить на тот же третий Doom, например. Ну а пересобрать и довести до ума уже готовые наработки поручили Human Head Studios, компании, прямо скажем, не самой заметной в игровой индустрии. Но она отлично справилась, правда тянулась разработка финальной версии игры еще лет 5. И вот спустя целое десятилетие от начала разработки, летом 2006 года, Prey, как раньше говорили, ушла на золото. Честно говоря, мне не довелось пройти игру от начала и до конца в актуальное время. В 2006 году мой компьютер, который не апгрейдился с 2000-го, само собой никакой Prey подтянуть уже был не способен. Зато игру купил мой одноклассник и по совместительству дворовый друг, у которого мы часто сидели и играли во всякие новинки. У него комп был, мягко говоря, получше. И вот купил он как-то лицуху Prey от 1С, как сейчас помню, ну и мы начали проходить этот свежий шутерок. Впечатление, конечно, помню смутно, но что игра удивляла, это совершенно точно. Жуткая атмосфера, креативно сделанные пушки, уровни, где часто приходилось думать, коридорность, которая не ощущалась таковой из-за изменчивой гравитации, внимание к мелким деталям, ну и приятная стрельба, конечно. В общем, первое впечатление Prey производил самое, что ни на есть приятное. Одна из тех игр, которые, знаете, купил наобум, принёс домой, поставил, а она чуть ли не шедевром оказалась. Не помню, проходил ли сам до конца, видел ли вообще своими глазами финал, но про игру впоследствии как-то даже и не вспоминал. Тем интереснее было сейчас, в 2022 году, полностью пройти такой вот недооценённый шутерок. Ещё в начале года, по совету проверенного комрада, приобрёл ключик для стима и даже один раз Prey постримил. Игра официально больше не продаётся, но ключи найти можно, причём рублей за сто, что ли. А тут основательно сел и пролетел игру за полтора вечера. О чём вообще игра? Есть у нас один молодой механик по имени Дамаси Таводи, которого все называют просто Томми, и он индейц Чироки. Не, ну ты индейц, я балдёк. Живёт он в себе в резервации и любит местную барменшу по имени Джен. Ну и как нормальный бурноволосатый мужчина хочет свалить из родного муха сранска, прихватив с собой женщину своей мечты. Ну и ещё есть дед, который несёт какую-то дичь про страшные грядущие события, о каком-то предназначении, ну и силе, которую должен обуздать главный герой. И как бы всё это лишь антураж начальной сцены. А потом хуяк и на бар нападает летающая, мать её, тарелка. Прямо как в какой-нибудь телепедераче с РЕН-ТВ. Всех захваченных, Томми, Джен, Деда, ну и мимо крокодилов, телепортируют на огромную полуживую станцию, довольно близко подлетевшую к нашей с вами планете. На этом гигантском космическом корабле таинственный доброжелатель практически сразу же устраивает диверсию в пользу героев. Ну и молодой горячий индеец с гаечным ключом в руках начинает миссию по спасению своей молодой горячей индианки. То есть буквально всё, что происходит с планетой, с другими людьми, его не касается. Ему как бы вообще похуйё. Главное это найти барменшу, посадить её на свой Гранд Чироки и отправиться обратно домой. Спасение мира в сделку, что называется, не входило. Но тут, конечно, снова появляется Дед, который пытается направить Томми на путь истины. Ну а дальше главный герой сначала умирает, потом попадает в мир древних, а затем воскресает уже с призрачной формой в своём арсенале. Короче говоря, закручивается сюжет довольно-таки лихо, да и заканчивается вполне себе неплохо. Кстати, в конце там самое настоящее продолжение следует. Хотя основной сюжет получился достаточно цельным и завершённым, как по мне. Ну и удивить он тоже иногда способен. Только вот главный герой хоть и не молчит, но до уровня именитых комментаторов типа Сэма и Дюка, да даже того парня из Уилл Рокк, ему ой как далеко. Они что, весь бар спёрли? Параллельно с историей Томми, кстати, игра рассказывает, что происходит на планете Земля этой странной ночью. Диктор одной из американских радиостанций, который, кстати, сыграл самого себя в игре, приглашает очевидцев всяких странностей и расспрашивает о том, что же они такого интересного увидели. И это больше в качестве создания сеттинга было сделано, потому что послушать радио зачастую можно только слегка отклонившись от основного маршрута. С атмосферностью у Prey тоже всё в полном порядке. Да, игра иногда напоминает Doom 3 и Quake 4, но у неё всё же есть свой неповторимый шарм. Жестокость инопланетных захватчиков и неприкрытая гигантомания сопровождают игрока на протяжении всего прохождения. Временами Prey ощущается как заправский космический хоррор. Тут даже есть школьный автобус, который навещает кровожадная девочка-призрак. И даже одну детскую смерть показывают чуть ли не крупным планом. Ощущения страха и безысходности внутри огромного полуживого космического корабля остаются с игроком до самых финальных титров. Сфера, как она здесь называется, живёт и функционирует по каким-то своим правилам и законам. Где-то героя поджидают враждебные щупальца, где-то огромные влагалища, сквертующие какой-то кислотой. Ну и в целом передвигаться иногда приходится будто бы по внутренностям гигантского внеземного существа. А подлечивается герой каким-то целебным инопланетным газом. Вообще игра местами крайне мерзкая, в хорошем смысле этого слова. Это касается не только окружения, но и оружия. Абсолютно все пушки, которыми приходится орудовать Томми, представляют собой живые инопланетные организмы. А некоторые замки приходится открывать чьей-то отрубленной кистью. Знаете, я небольшой любитель такого рода извращений, поэтому иногда так и хотелось сказать. Фу, блять, фу, нахуй. Кстати, об оружии. Оно хоть и выглядит любопытно, но по сути является привычным любителем шутанов. Однако у многих единиц вооружения есть по нескольку видов огня. Автомат, например, по совместительству снайперская винтовка. Есть пушка, которая поглощает различную плазму, от чего и стреляет по-разному. Ну а в качестве гранат здесь инопланетные жуки, которые не просто лежат на земле, как обычные боеприпасы, а еще и бегают туда-сюда. Короче говоря, оружия немного, но оно сделано стильно. И каждым из них так или иначе приходится пользоваться, потому что боеприпасы частенько заканчиваются. Шутерная часть Prey сделана неплохо. Правда, разнообразие врагов не такое, чтобы прямо богатое. Но есть противники всякие. И большие, и маленькие, и летающие. Ну и боссов тоже завезли. Немного, но у каждого есть своя какая-то фишка. Одному из них, например, нужно отрубить руку силовым полем. На интерфейсе есть два силуэта главного героя. Красный отвечает за здоровье телесной формы, а синий за энергию формы духа. Призрак вооружен луком, которым можно даже убивать противников. Но в основном выходить из своего бренного тела приходится для того, чтобы ходить по невидимым тропам и решать различные пазлы. А призрачный ястреб одновременно подсказывает правильный путь, ну и отвлекает противников. Гораздо более интересной частью геймплея стала гравитация и все, что с этим связано. Часто Томми приходится как бы переключать гравитацию в помещениях для того, чтобы продвинуться дальше, а ближе к концу появляются головоломки с ней связанные. Ну и порталы, конечно. Разработчики Prey создали динамические порталы, что было в новинку. Самому их генерировать нельзя, но работают они действительно в реальном времени, как и полагается. Казалось бы, это всего за год до выхода культовый портал. Но если почитать историю разработки, то станет ясно, что вся вот эта вот портальная история, это одна из самых первых концепций, которую полностью реализовали еще в конце 90-х. Другой вопрос, что игру потом переделывали под другое двигло. Но в любом случае, в этом плане Prey так или иначе опередил проект от Valve. Самой главной проблемой Prey 2006 года выпуска стала его основная механика. Механика смерти, а точнее ее отсутствие. Если у Томми кончается здоровье или же он разбивается с большой высоты, он ненадолго отправляется в параллельный мир своих предков, где должен за определенное время набить себе шкалу здоровья и призрачной формы, расстреливая злых духов из волшебного лука. Но и этим заниматься не обязательно. И самое главное, абсолютно никаких штрафов за это не предусмотрено. Ни во время путешествий пешком или на транспорте, ни даже во время сражений с боссами. Кстати, да, тут иногда дают покататься на футуристичном летательном аппарате, у которого даже есть специальный луч, которым можно захватывать вражескую технику или перетаскивать тяжелые предметы. И со временем вот эта вот фишка с бесконечным возрождением, прямо скажем, надоедает. Лично я все равно старался играть красиво и разнообразно. Прятаться от отрядов противников, уклоняться от снарядов и врагов гигантов, ну и пользоваться формой духов в бою. Правда, ничего из этого по факту можно и не делать. Разве что придется чаще наблюдать страну древних. Но даже там можно стоять как истукан. Половину хп все равно и так восстановят. Ближе к концу игры как-то растерял я весь этот классический шутерный азарт. И, наверное, впервые за долгое время совсем забыл о сохранениях. Хорошо, хоть игра не вылетала. Думал, быть может с финальным боссом драться придется раз на раз, без всяких этих ваших читерских механик. Но нет. Ну и оставалась надежда, что повышенный уровень сложности, который называется Чироки и открывается после прохождения игры, как раз то, что нужно. Но тоже нет. Там вроде как только аптечек меньше становится. Нашел тут даже какую-то древнюю ветку на каком-то форуме, где игроки негодовали по поводу того, что высокая сложность по сути таковой не является. В целом, игра, конечно, от этого хуже точно не становится. Разве что поклонникам хардкорных шутанов такой подход не очень понравился. Ну а обычным, казуальным игрокам, а особенно людям, кто в играх привык отдыхать душой и телом, ну и наслаждаться непосредственно историей, как говорится, must have. Графически игра, кстати, превосходила пресловутые Doom 3 и Quake 4, потому что была сделана на сильно улучшенном четвертом It Tech. Ну и музыкальное сопровождение тоже оказалось подстать визуалу. Написали саундтрек «Братья Соул», один из которых, например, создавал музыку для Морровинда, Обливиона и Скайрима, ну и для десятков других проектов. У игры еще был мультиплеер. В него мне поиграть не довелось. Да и сейчас не знаю, работает ли он вообще. Но, судя по видосам, он получился как минимум любопытным. Например, там можно выходить из собственного тела и сражаться своим духом. Ну и всякие магнитные поверхности тоже работают. Правда, насколько я понял, фишку с переключением гравитации и переворачиванием комнат из оригинальной игры не завезли. А жаль. Могло ведь получиться что-то совсем необычное для своего времени. Prey 2006 года выходил еще и на Xbox 360. Продался он в целом весьма и весьма неплохо. Ну и разработка сиквела не заставила себя долго ждать. Правда, Prey 2 в некотором смысле повторил судьбу оригинала. В 2009 году права на франшизу приобрела Bethesda Softworks и через какое-то время полностью остановила разработку второй части, заявив, что качество конечного продукта, игры практически готовы, между прочим, компанию совершенно не устраивает. Поклонники старого Prey до сих пор совершают своеобразное паломничество под трейлером второй части и записи геймплея. Пишут ироничные комментарии в адрес беседки, ну и грезят о возрождении проекта. Крутой космический шутан про охотника за головами уже, судя по всему, никогда не выйдет. От себя скажу, что не совсем понятно, зачем Immersive Sim от Arkane назвали именно Prey. Хотелось бы верить не для того, чтобы позлить фанатов оригинальной игры, которые так долго ждали тот самый Prey 2. Возможно, для того, чтобы хоть как-то оправдать покупку интеллектуальной собственности, ну и знакомое название могло привлечь побольше аудитории. Я в Prey 2017 года, кстати, так толком и не поиграл, хотя он у меня даже куплен в Steam. Обидно, конечно, что так получилось со второй частью, но оригинальную игру у нас все равно никто не забирает. Пишите, что думаете. У микрофона был фантаст. Удачи и дай вам бог здоровья!